У нас знаменательный день, знаменательная дата, знаменательное событие. Очередная годовщина великого русского поэта со дня рождения Сергея Александровича Висеньевича. Очень приятно, что здесь разная возрастая аудитория собралась. Приятно, что наряду с истинными поклонниками, пожившими на белом свете, присутствует и молодежь. Это очень радостно, тем более творческая молодежь, актеры, режиссеры, сценаристы, будущие поэты, писатели. Давайте стихами Сергея Александровича, кто может своими стихами о Сергее Александровиче начнем этот праздник души русского. Поскольку этот человек и подражаем, и забываем, и почитаем постоянно в душах, в сердцах собравшихся здесь людей. Дима Эфемер, пожалуйста, актер Белармония. Отговорила роща золотая, березовым веселым языком, и журавли печально пролетая, уж не жалеет больше никому. Кого же летит? Ведь каждый в мире странник пройдет, сойдет и вновь оставит дом, а всех ушедших резет коноплями. С пирогим месяцем над голубым прудом стою один среди равнины голы, а журавлей относит ветер вдаль. Я полон дум о юности веселой, но ничего в прошедшем мне не жаль. Не жаль мне лет, растраченных напрасно, не жаль души сиреневую цветь. В саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть. Не обгорят рябиновые кисти, от желтизны не пропадет трава. Как дерево роняет тихо листья, так я ронял грустные слова. Если время ветром разметая, сгребет их все в один ненужный ком. Скажите так, что роща золотая отговорила милым языком. Еще, еще, еще! Видели ли вы, как бежит по степям, в туманах озерных кроясь, Железной ноздрёй храпя на лапах чугунных поезд. А за ним по большой траве, как на праздник отчаянных гонок, Тонкие ноги закидывая в голове, скачет красногривый жеребенок, Милый, милый, смешной дуралей. Но куда он, но куда он гонится? Неужели он не знает, что живых коней победила стальная конница? Неужели он не знает, что в полях бессиянных Той поры не вернёт его бег, Когда пару красивых степных россиянок Отдавался коня печенек? По-иному судьба на торгах перекрасила Наш разбуженный скрежетом плёс. И за тысячи пудов конской кожи и мяса Покупают теперь паровоз! Сложно выступать после мастеров художественного слова, Но как получится. Второй раз. Эх вы, сани! А кони, кони! Видно, чёрт их на землю принёс! В залихватском степно в разгоне Колокольчик хохочет даст лёг. Ни луны, ни собачьего лая, Вдалеке, в стороне, в пустыре, Подержись, моя жизнь не удалая, Я ещё не навек постарел. Пой, гемщик! Пой, гемщик, перекор этой ночи! Хочешь сам, я тебе подпою Про лукавые девичьи очи, Про весёлую юность мою, Эх, бывало, заложишь в сани, Да заложишь в огнобли коня, Да приляжешь на сено охапку, Вспоминай лишь, как звали меня. И откуда бралась Ассанса? А в полуночную тишину, Разворачивая тальянку, Говаривала не о плоте. Всё прошло, Вредел мой голос, Конь из дома опустил наш двор, Потерял от альянка голос, Опустившись на ночь, Вести разговор. Ну и всё же душа не остыла, Так приятно мне снег и мороз. Потому что над всем, что было, Колокольчик очень достойный. Простите. Потому что он очень многоградный. И у меня тоже свой, Я познакомилась с его творчеством, Еще в школьные годы, ранние. Кто-то любит Есенина, Разудалого, Раздульного, А я полюбила, Да, А я, Можно на всякий случай, Да, Подглядывать, Не давала, Не забыть. А я полюбила Есенина, Я полюбила его, Существу связанное с природой, С деревней, С любовью и с Богом. И вот, Надо сказать, Что люблю это до сих пор. И вот в те годы, Школьная, Написала стихотворение, За которым мне сейчас, наверное, Не стыдно, Опытно читать. Я предсказала тебе, Что я разговариваю С тем Есенинским, Которым я люблю. За окном Сущается сумрак, Ряболь, Осенний, Забывают в трубах Ветра глухой поры. Вы сидите, Со моря, Сергей Есенин, И стихи читаете мне Обо всех заглядках. С вами нефтальянки Ваши обыкновенные, И с мельного года Потоки бурлящих рек Вы пришли ко мне идти, Как изыкновенный, Женый влюбленный И трепетный человек. Дождь ходит по стеклу, На холодные слезы, Похожий, Руки взял. А я хотела спросить Заодно, Можно я назову вас Теста, Сережа. Или это вам теперь уже Все равно. Вы сидите, Раскинув руки в немой печали, И во взгляде Ваших открытых глаз Я читаю все, Что вы уже написали, И что, может быть, Кто-то потом, да, Пишет за вас Вот со мной рядом. А мне немного неловко, Вы такой известный, Любимый всеми поэт. И пускай говорят, Что Ефинина больше нет, Вы не умерли. Знаю, Он выдержал веревку. Оборвался. Самый большой. Мой хороший. Спасибо вам большое. У меня у меня два любимых стихотворения. Одно из них я рассказываю Наступительных испытаниях. Димечка, немножко вперед, Встаньте чуть-чуть, Чтобы всем было слышно. Созывается оно в первой строчке Кто я? Кто я? Кто я? Что я? Только лишь мечтатель, Версти и счастье ищущий во мгле. Эта жизнь живая, Словно только встать, Заодно с другим на земле. И с тобой целуюсь по привычке, Потому что многих целовал, Как будто зажигая спички, Говорил любовные слова. Дорогая, Милая, Овенья, А в голове всегда одно и то же. Если тронут страсти в человеке, То, конечно, Правды не найдешь. Того душе моей не жесткой, Не желать, Не требовать от меня, И моя ходячая березка, Создана для множества, И меня. Ты всегда еще себе родную, И томясь в неласковом плену, Я тебя нисколько не ревную, Я тебя нисколько не ревную. Кто я? Что я? Только лишь мечтать, Синячей утратившей во мне. И тебя любил я только встать, Заодно с другими на земле. Ну ладно. Давай второе, второе. Второе? Конечно. Второе, второе, конечно. Второе, Второе стихотворение, Которое я услышал у него, И, не знаю, Меня на это тронуло, Так интересно стало, Я после этого читал больше и больше Есени, И интересовался его творчеством. В этом мире я только прокор, Ты махни мне веселой рукой, В осеннего месяца тоже светлоскающий, Тихий такой, Первый раз я от месяца греюсь, В первый раз от твоей вклады согреться, Я опять и живу, и надеюсь на любовь, Которую ж нет. Это сделала наша равнинность, Посоленная белью песка, И измятая чья-то невинность И кому-то родная тоска. Потому и навеки не скрою, Что любить не отдельно, не бросит Нам одной любовью с тобою Эту родину пригодится. Спасибо, Дима, большое. Мария, вы считаете, Мария, представляетесь, Да, потому что мы уже пишем. Хорошо. Представляетесь. Елисеева Мария, Гори, звезда моя, Не падай. Гори, звезда моя, Не падай. Роняй холодную мучи, Ведь за кладбищенской отрады Живое сердце Истучно. Ты светишь августом и рожей, И наполняешь тишь полей Такой рыдаристой и пешей, Не отлетевшей в жиропе. И голову вздымая выше, Не то за рощей, За холмом, Я снова чью-то песню Слышу Про отчий край И отчий дом. И золотеющие ось В березах убавляя сок За всех, кого любил, И бросил В березах плачь И отчаясь. И знай, И знай, Скоро, Не по моей, Ничьей вине, За низким Траурным забором Лежать придется Так же мне. Погаснет ласковая пламя, И сердце Превратится в страх. Друзья поставят Серый камень С веселой надписью В стихах. И погребальные Грустью немыя Я для себя Сложил бы так. Любил он Родину, Землю, Как любит Пьяница Копак. Браво. Молодец, Мария. Здравствуйте. Меня зовут Мария Бородаткина. И я хочу прочитать вам свое любимое стихотворение Есенина. Очень дорогое мне. Потому что когда-то, давным-давно, когда я была еще совсем крошечным ребенком, лежала в своей кроватке, и отец мне его читал каждый вечер. Гой ты, Русь моя родная, хаты в ризах образа, не видать конца и края, только синь сосет глаза, как захожий богомолец я смотрю в твои поля, а у низеньких околец звонно чахнут до поля, пахнет яблоком и медом, по церквам твой кроткий спас, и гудит за карагодом, на луках веселый пляс, побегу по мятой стежке на приболь зеленых лех, мне навстречу, как сережки, прозвенит девичий смех, если крикнет рать святая кинь ты Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Здравствуйте, меня зовут Ксения Артельева, я прочитаю стихотворение, которое называется «Заметался пожар голубой». В это стихотворение я влюбилась сразу же, когда я его прочитала. «Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали, первый раз я запел про любовь, первый раз отрекаюсь скандалить, был я весь, как запущенный сад, был на женщина зелия падки, разонравилась петь и плясать, потерять свою жизнь безоглядь. Мне бы только смотреть на тебя, видеть глаз злата корен, и чтоб в прошлом мне бы вряда уйти не смогла к другому. Просто нежный, легкий стан, если б знала ты сердцем упорным, как умеет любить полигант, как умеет он быть покорным. Я б навеки забыл кабаки и стихи выписать забросил, только тонко касаться руки и волос твои цвета косил. Я б навеки пошел за тобой, хоть твои, хоть чужие дали. Первый раз я запел про любовь, первый раз пытаюсь скандалить. Здравствуйте, меня зовут Шуба Ирина и я вам прочитаю свое любимое стихотворение Сергея Есенина «Синий май заревает теплым». Синий май заревает теплым, не прозвякнет кольцо у калитки, липким запахом веет полы, спит черенок. Деревянные крылья окна вместе с рамами в темные шторы вяжет сбалмошная луна под окном кружевные узоры. Наша горница хоть и мала, но чиста, я с тобой на досуге в этот вечер вся жизнь немела, как приятная память одни. Сад полышит, как пенный пожар, и рука, поднимая все силы, хочет так, чтобы каждый дрожал от щемящего слова мира. Только я в этот цветь, в эту гладь под тальянку веселого мая ничего не хочу пожелать. Все как есть без конца принимаю. Принимаю, приди и явись, все явись, в чем есть боль и отрада. Мир тебе отшумевшая жизнь, мир тебе голубая прохлада. Спасибо. А сейчас перед вами есть Маркасов Павел, председатель коллегии адвокатов. Видите, кто любит прокуратура, адвокатура, тоже подсчитает судьбу. Пожалуйста, благодарю вас. Председатель. Меня зовут Маркасов Павел, я очень люблю Павел Павел. Павел Павел. Это стихотворение я подготовил по дороге сюда, у меня было не так много времени, поэтому прошу простить меня, если я где-то что-то забуду, оно достаточно короткое, на всякий случай у меня есть подкаст. Сочинитель бедный, ты ли это сочиняешь песни о луне? Аж глаза давно мои остыли на любви, на картах и вине, ах луна врезает через раму свет такой, хоть выкали глаза, вставил я на пиковую даму. Аж жал в окно вдруг любимый на меня наточит нос на голенище и вновь вернусь в отчий дом, чужой радости утешусь, зеленый вечер под окном на рукаве своем повешусь. Седые вербы плетня не жалея головы наклонят и не обмытого меня под лай собачий покоронят, а месяц будет плыть и плыть роняя весла по озерам, а Русь все так же будет жить, плясать и плакать у забора. Браво! член Союза писателей России лауреат международной премии имени Сергея Есенина «О, Русь, взмахни крылами» Вера Бурдина. Я прочитаю свое стихотворение из книги «Разорванный горизонт». Злому ветру он летел в поперечную заманили в Англитер душу певчую лишь согрелся от тоски от Америки да расставили силки други эрлихи стерегли и там и тут с лестью с рюмками неотступно по пятам шлялись Блюмкины местечковая братва в злобной силе завалила как ботва пол России запечатала пути красным крепом не проехать не пройти только небом и летел он как умел небесами заманили в Англитер растерзали русский отрок светлый лель голос вешний убивать так поподлей покромешней нанесли венков речей лжесвидетели изуверов палачей засекретили комья сплетит камни лжи мерзкой скользкой рочно в лесенку сложил Маяковский кто еще чего наврет так речисто а народ ну что народ отмолчился меня зовут Александра я студентка государственной медицинской культуры я расскажу вам отрывок из стихотворения Сергея Александровича Есенина который мне очень нравится но к сожалению я не помню его наизусть поэтому только отрывок называйте по первой строчке я усталым я усталым таким еще не был в эту серую морось и слизь мне приснилось рязанское небо и моя непутевая жизнь много женщин меня любила да и сам я любил не одну не от этого темная сила приучила меня к вину бесконечные пьяные ночи и в разгуле тоска не вперв не с того ли глаза мне точат словно синие листья червь не больна мне ничья измена и не радует легкость побед тех волос золотое серое превращается в серый цвет превращаются в пепел и воды когда цветит осеннюю ночь мне не жаль вас прошедшие годы ничего не хочу вернуть спасибо сегодня 22 года ровно исполняется как на этом месте стоит этот памятник работы выдающегося скульптора Альберта Чаркина который к сожалению в этом году 9 января нас покинул но его работы этот Есенин и Есенин на улице Есенина и есть дебюст за парки за метро Деберта это те работы которые сделал Альберт Есенинский Есенин и Есенин к сожалению один год этот памятник здесь отсутствовал за эти 22 года потому что вандалы отбили мемот отбили пальцы нарисовали ему черными фломастерами ресницей фашистские кресты губной помады губы красные сделали и я вот 20 градусов мороз корчевкой пытался это отодрать но не смог позвонил Альберту он приехал забрал памятник и год его реставрировать и потом поставил на вот этот блок он был ниже был такой сантиментом 25 наверное подставка мраморная вот он новый блок подставил поднял Есенин на повыше так что надо отдать память Сергею Есенину и Альберту Чаркину низкий поклон я думаю нас оттуда слышит жизнь входит в берега села давнишних жителей я вспоминаю то что видел я в краю стихи мои спокойно расскажите про жизнь мою изба крестьянская комутный запах дегтя пожениться старая лампады кроткий свет как хорошо что я сберег те все ощущения детских лет под окнами костер метели белые мне мне девять лет лежал и бабка и бабка что-то грустное степное пела порой зевая и крестя свой рот метель ревела под оконцем как будто вы плясали мертвецы когда империя вела войну с японцем и всем далекие мерещились кресты тогда не знала я черных дел россии и знал зачем и почему война в рязанские поля где мужики косили где сеяли свой хлеб была моя страна я помню только то что мужики роптали бронились богом черта и царя а им в ответ лишь улыбались дали да наша жидкая лимонная заря тогда впервые с рифмой я склеснулся от сон мочу скружилась голова и я сказал коль этот суд проснулся всю душу выплещу в слова года далекие теперь вы как в тумане но помню дед мне с грустью говорил пустое дело а если тянет пиши про рожь но больше про кобыл тогда в мозгу влечения к мужи сжатом текли мечтания в тайной тишине что буду я известным и богатым и будет памятник стоять в Рязани мне в пятнадцать лет влюбил я до печенок и сладко думал лишь уединю что я на этой лучшей из девчонок достигнув возраста женюсь года текли года меняют лица кругой на них ложится свет мечтатель сельский я в столице стал первокласснейший поэт и заболев писательскую скукой пошел скитаться средь разных стран не веря встречам не томясь разлукой считая мир весь за бан тогда я понял что такое рус я понял что такое слава и потому мне в сердце грусть вошли как горькая отрава на кой мне черт что я поэт и безо меня в достатке дрянию пускай я сдохну только нет не ставьте памятью в Рязани Россия царщина тоска и снисходительность товарианства ну что ну что же принимая Москва отчаянное хулиганство посмотрим кто кого возьмет и вот стихах моих забила салонный вылащенный сброд мочой рязанская копыла не нравится да вы правы привычка к лорингам розам но этот хлеб что жрете вы ведь мы ж его навозом навозом еще года прошли в годах такое было о чем всего в стихах не рассказать о свену царщине с величественной силой рабочая предстала рать устав скитаться по чужим пределам я вновь вернулся в край родной селенокос в девчонке белой стоит береза над грудом а береза чуд моих а груд таких грудей у женщин не найдешь с болей обрызганные солнцем люди везут навстречу мне в телегах рожь им не узнать меня я им прохожий но вот проходит баба не взгляну какой-то ток невыразимой дрожи я чувствую во всю спину ужель она не узнать не узнать не узнать Пускай себе пройдет И без меня и горечи немало Недаром лег страдальчески так рот По вечерам надвинул ниже кепи Чтобы не выдать холода очей Хожу смотреть я скошенные степи И слушаю, как звенит лучей Ну что же, молодость прошла Пора приняться мне за дело Чтоб озорливая душа уже по-новому запела И пусть иная жизнь села Меня наполнит новой силой Как раньше к славе привела Родная русская говна Ольга Мальцева Край, любимый, в сердцу сняться Скирды солнца в богах ромных Я хотела бы затеряться В зеленях твоих сказгонных Помежеет на переметках Резыда и резокашки И вызванивают четки Ивы, плотовые, монашки Курят облаком, болото Гарь небесный, коромысли С титой тайной для кого-то Затаит в сердце мысли Все встречаю, все приемлю Рад и счастье душу выну Я пришел на эту землю Чтоб скорее ее покинуть И свое, и свое Есениная Сидора Кругу пропойцы и лицемеры И для него зашла звезда Но от любви ее безмеры Бежать хотелось навсегда Вся в пылком танце знаменита Но танец кажется чужим И вновь душа его разбита И в мире душно им двоим Круизы, деньги, жажда славы Шипит завистник за спиной Нет, он поэт родной державы Он волен русской стариной Моя фамилия Хауменко Владимир Ахтенция уже литератора Жаль, я подошел сюда Николай Николаевич Браун Его отец Николай Леопардович Выносил тело Сергея Есенина Из Англитерии в 25-м году И он же отказался подписывать протокол О самоубийстве поэта Поэтов судьба Достояние богов Поэту труба Боль штормит море слов Но чешутся лбы На ученый планер От дела злосчастной трубы В Англитер Чекистские руки Не скрыти в гробу Глаз выбили суки Две раны на лбу В товарном вагоне Поплыл в вечность кровь Курил благовонье Молитвенный полк Колеса скрипели В заснеженной мгле Страдальца отбели В родимом селе Повизгивал тормоз В палатах врачей Спасался он просто От лап палачей В конце Ржавый буфер По конски проржал По пьяни Сергуха Стихов не писал Чекистской силой Видать правит бес Вдруг гроб из могилы С поэтом исчез Финал без общины Умершую мать Везут гости к сыну А гроб выкрал тать В одни перестройки Шофер Снегирев Пред совестью стойкий Устроил труд рев Позор мне, ребята Мол, жить не могу Тот троп Мой СИС-5 Отвез ГПУ Не знать бы хотелось Где правда Где миф Снимите же С тела Секретности гриф И послесловие И сеним И видится Гроздья сирени И запах И слов Аромат звуковой И сеним Поистину Русский наш гений И символ России Святой Продолжает секрет Можно сказать Перед всем советом Что в Америке Золота нет Там и есть соль Там и есть нефть И уголь И железной много руды Водоискателей веюга Забила золотые следы Калифорния Это мечта Всех пропойц И неумных бродяг Тот, кто глуп Или мыслить устал Прозевает в ее краях Эти люди Гнилая рыба Вся Америка Жадная пасть Но Россия Вот эта глыба Лишь бы только Советская власть Мы, конечно, во многом отстали Материк наш Без степь да вода Из железобетонной стали Там настроены города Вместо наших глухих раздолий Там на каждой почти полосе Перерезано рельсами поле Цепью каменных рек шоссе И по каменным рекам без пыли И по рельсам без стона шпал И экспрессы, и автомобили От разбега в бензиновом мыли Мчат секунды, считая доллар Места, места нет здесь С мечтам и химером Отшумела тех лет пора Все курьеры, курьеры, курьеры Маклера, маклера, маклера От еврея и до китайца Проходимец и джентльмен Все в единой графе считаются Одинаково Бизнесмен На цилиндры шапо и кепи Дождик акций свистит и льет Вот где вам мировые цепи Вот где вам мировое жилье Если хочешь здесь душу выржать То сочтут или глуп, или пьян Вот она, мировая биржа Вот они, подлецы всех стран Да, рассветок Но все же, однако, ведь и золото мы хотим И у нас пиржевая клаака Расстилает свой едкий дым Никому ведь не встанет в новинки Чтоб кремлевские буфера Уцепились когтями силинки Маклера, маклера, маклера И в ответ партийной команде С аналоги на крестьянский труд По стране свищет банда на банде Волю власти, считая закнут И кого упрекнуть нам можно Кто сумеет закрыть окно Чтоб не видеть, как Савора острожная И крестьянство так любит Махно Потому что мы очень строги А на строгость узол народ У нас портят железные дороги Гибнут озим, падает скот Люди с голоду бросились в бегство Кто в Сибирь, а кто в Туркестан И оскалилось людоедство На сплошной недороду крестьян Их озлобили наши поборы И считая весь мир за бедолам Они думают, что мы воры Иль поблажку даем ворам Потому им и любы бандиты Что всосали в себя их гнев Нужно прямо сказать открыто Что республика наша Блев Мы не лучшие, друг мой Дерьмо Нет, дорогой мой Я вижу, у вас нет понимания масс Ну кому из нас неизвестно То, что ясно, как день для всех Вся Россия пустое место Вся Россия лишь ветер да снег Это тот же внерезкий и черствый Знают все, что до наших лбов Мужики караулили версты Вместо бегих дорожных столбов Здесь все дохли в холере и оспе Не страна, а сплошной пивуак Для одних золотые россыпи Для других непроглядный мрак И кому же из нас не знакомо Как на теле паршивый прыщ Тысячи лет из бревна до соломы Строят здания наших жилищ Десять тысяч в длину государства Ширину около верст тысяч трех Здесь одно лишь нужно лекарство Здесь шоссе и железный дорог Вместо дерева нужен камень Черепица, бетон и жесть Города создаются руками Как поступками слава и честь Подождите! Лишь только клизму Мы поставим в стальную стране Вот тогда и конец бандитизму Вот тогда и конец резня Браво! Продолжение следует... Продолжение следует...